Каждый день мы получаем сводки о том, сколько людей заразилось коронавирусом, сколько вылечилось, сколько жизней унесла болезнь. А как живет наш город сегодня? Кто помогает людям, которые спасают наши жизни? Об этом в Нью-Йоркском репортаже Юлии Райдлер. Это Манхэттен, достаточно пустынные улицы, люди в масках, и это привычная картина наших будничных дней. О таких свободных улицах без пробок можно было только мечтать, но немножечко становится жутко. Сверкающие витрины закрытых магазинов, ресторанов, музеев выглядят как декорации к новому голливудскому фильму. Только звук патрулирующих полицейских машин напоминает, что это живой город. Людей на улице практически нет, изредка можно встретить бездомных, явно не интересующихся тем, что происходит вокруг, а также рабочих, доставляющих товары и, в первую очередь, еду. Мы здесь для людей доставляем то, что им нужно, стараемся вызвать улыбку на их лицах, насколько это возможно. У центрального парка нас ждет совсем другая картина. Мы попадаем в другой мир. На прошлой неделе власти разрешили людям выходить в парк. Они занимаются спортом, дышат воздухом, выгуливают домашних питомцев. Я гуляю с собакой 3-4 раза в день. Ему нужно, мне не обязательно. Если он идет, то и я иду. Это еще не самая плохая ситуация, которая могла бы быть. Вы знаете, молодое поколение 35-40 лет больше боится, чем я. Говорят, о боже, о боже. Бизнеса, понятно, сейчас нет практически ни у кого, так и этот рикш скучает уже третью неделю. Сколько у вас людей было до этой ситуации? До этого у меня было 5 клиентов в день. 7, 4, 3, 2, но сейчас никого. Ноль клиентов каждый день. Тяжелая ситуация с бизнесами, которые приостановили свою работу, одних ввело в депрессию, а других аккумулировало на помощь. Мы отправляемся в Маймони-дес-госпиталь в Бруклине, куда ежедневно привозят больных с коронавирусом. Здесь нас встречает бизнесмен, волонтер Артур Дозорстов, который последние дни ежедневно доставляет в госпиталь еду и напитки. Я смотрел каждый день новости и понял, что не могу быть безучастным. Я решил помочь как могу. Мы объединились в команду с несколькими рестораторами и привозим врачам, медсестрам еду и напитки. Врачи, медсестры, медбратья – это герои наших дней. Они не покидают госпиталя круглосуточно. Мы все благодарны им за работу. Русскоязычная врач Ольга не смогла назвать свою фамилию, так как за любую информацию журналистам их просто увольняют. У нас все нормально, но просто берегите себя, берегите своих родных. И вы не выходите на улицу, оставайтесь дома. А это ребята из Стэнтен-Айленда. Роман и Джейси. Они собирают деньги на маски, перчатки, дезинфицирующие средства и развозят их по госпиталям, реабилитационным центрам и полицейским участкам. Мы уже в районе 30 тысяч масок раздали. И работаем над тем, чтобы люди давали нам еще донейшн, чтобы мы могли этими деньгами купить еще маски и еще развезти по госпиталям, полиции, файер департмент, ЕМТ. Стараемся помочь и сделать то, что мы можем. Сегодня они привезли очередную партию масок в Кони Айленд госпиталь. Я не могу ничего комментировать. Ситуация в целом очень грустная. Мы делаем все, что можем, чтобы позаботиться о каждом из наших пациентов. Спасибо. Мы благодарны за помощь. Таких ребят сегодня все больше и больше. Я не смогу перечислить всех и рассказать про каждого. Но мы вам все благодарны и гордимся вами. Каждый день в 7 часов вечера жители Нью-Йорка аплодируют всем медицинским работникам, которые находятся на передовой. И это то малое, что каждый из нас может сделать сегодня. Юлия Райтлер, Марат Насибулин, НТВ Америка, Нью-Йорк.